МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как растет количество предложений в этом сегменте в Югре? Как не запутаться и сделать правильный выбор? Среди такого многообразия будем разбираться сегодня с нашими экспертами. Гость в студии Барышев Александр, первый заместитель директора Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса. На удаленной связи с нами Василий Филипенко, депутат Думы Югры, координатор федерального проекта «Единая Россия и городская среда» в Югре. Людмила Осипова, эксперт по недвижимости компании «Этажи» город Ханты-Мансийск. Татьяна Назарова, руководитель офиса продаж в Ханты-Мансийской строительной компании «Автор». Алена Набокова, руководитель компании «Ипотечное агентство Югры» в Нижневартовске. Также на видеосвязи с нами сегодня их коллеги. Это Денис Богуш, генеральный директор компании «Мастер Комфорт». Игорь Бобрышев, первый заместитель генерального директора компании «Северные строительные технологии» город Сургут. И его коллега Семен Александрович Кузнецов, руководитель группы проекта «Дома эстета» Бинау. Также компания «Северные строительные технологии» город Сургут. Итак, по итогам первого полугодия 2023 года Югра занимает четвертую строчку в рейтинге России с самым доступным жильем для жителей. Чтобы накопить на среднюю двушку средней семье, здесь надо чуть более трех лет. Это пишет РИА Новости. По результатам того же рейтинга Югра вошла и в пятерку субъектов Российской Федерации с самой доступной ипотекой, и также в топ-3 доступности аренды жилья. Что же повлияло на такую высокую статистику и так ли это? Первый вопрос мы зададим нашему гостю в студии. Барышев Александр Александрович, первый заместитель директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры. Добрый день, Александр Александрович. Нужно, наверное, начать с самого главного. Какова динамика, каковы показатели строительства и ввода жилищного фонда в 2023 году? И с какими цифрами мы выходим по итогу года уже сейчас? Что можно сказать, какие прогнозы? Добрый день, уважаемые телезрители. Добрый день, уважаемая Юля. По планам на 2023 год установлено, что мы должны ввести 950 тысяч квадратных метров жилья. На текущую дату планы исполнены более чем на 46%. Порядка 440 тысяч квадратных метров жилья уже введено. Традиционно сложилось, что основное ввод жилья у нас приходится на четвертый квартал. Хотелось бы отметить, что мы всегда планы свои достигали. С 2020 по 2022 год уже построено и введено более 2 миллионов 700 тысяч квадратных метров жилого фонда. Кроме того, у нас еще есть программа по расселению аварийного жилого фонда, в соответствии с которой мы запланировали до 2025 года расселить порядка тысячи двух домов. Это 28 тысяч наших югорчан. На сегодняшний день мы, соответственно, эту программу исполняем с опережением сроков. Порядка 83% у нас уже исполнено. Соответственно, это более 24 тысяч наших граждан уже переселены. По цифрам, соответственно, я надеюсь, изложил доход. Наверняка такие показатели возможны только при поддержке отрасли региональными властями. Какие из мер, которые оказывались в отрасли строительства Югре, были самыми эффективными и проявили себя? Наверное, универсальной таблетки нет. Правительством Хантамансийского автономного округа разработан ряд травмативно-правовых актов, которые уже применялись в прошлом году, такие, как позволяющие увеличить стоимость контракта, увеличить авансирование по контрактации, изменить существенные условия. Не секрет, что у нас рынок строительных материалов и строительной отрасли живой, цены меняются. Это позволило нам в 2022 году реализовать 29 объектов, а в этом году порядка пяти объектов мы уже сдали с опережением сроков. Все-таки есть ключевые стройки в регионе, которые долго всех беспокоили, волновала их судьба. Какие дорожные карты сегодня главных объектов, находящихся в зоне внимания? Это железнодорожный вокзал в Нягоне, Сургутский мост, Нижневартовская больница, школы и другие важные социальные объекты? Ну, пойдем по порядку. Соответственно, железнодорожный вокзал Нягонь. У нас характеристики объекта. Это 3500 квадратных метров и 300 пассажиров, которые могут разместить на территории вокзала. Объект сдан. ЗОС получен в августе текущего года. И мы надеемся, что он будет радовать не только югорчан, но и гостей нашего прекрасного округа. Касаемо больницы, Нижневартовский объект у нас тоже на высокой степени готовности. Для себя мы его разделили на четыре этапа. Ну и в рамках документов тоже. Это коммуникации. Мы по ним, соответственно, получили ЗОС. Мы получили ЗОС на гараж и цех утилизации. На сегодняшний день у нас есть такой блок Е, где будет осуществляться питание пациентов. Жилстроенадзор проводит там проверку, и мы к концу сентября прогнозируем получить положительное заключение. И, соответственно, в октябре месяце Жилстроенадзор выйдет на основные блоки А и Б. Строительная готовность там высокая. И мы планируем, что к концу года уже объект зафункционирует. По мостовому переходу через ОПИ в Сургуте объект идет с опережением срока строительства. Там сильная команда. На сегодняшний день порядка освоения 22%. Если говорить про образовательные учреждения, у нас, соответственно, есть программа, которая включает в себя 16 объектов образовательных. На сегодняшний день в Нижневартовске школа сдана, было официальное открытие. Еще 4 объекта планируются вводы в этом году. Это Кандинский и Березовский район. Остальные мы планируем завершить в следующем году. Вот, наверное, основные объекты, о которых можно рассказать. Хорошо. Ну, а проекты 2024 года, на что сейчас уже делается ставка в Югре при строительстве? Мы ставим ставку на социально значимые объекты. Ну, мы считаем, что это приоритет строительной отрасли. Она помогает и развивать ее, и усиливать. На сегодняшний день у нас сама команда меняется строительная. Мы разрабатываем проект, так называемый строительный паспорт. Он сейчас проходит согласование в правительстве. В него включены порядка 174 объектов, которые мы планируем реализовать до 2030 года. А есть ли какие-то проблемы, и как решаются с обеспеченностью отрасли специалистами по всей стране? Вот как раз строительство оказалось в наибольшем дефиците. И неоднократно были у нас разговоры с департаментом труда и занятости, и с фондом, с биржей труда. Это самые востребованные профессии все в строительной отрасли. Вот что скажете вы на этот счет? По нашим данным, в строительной отрасли задействовано порядка 57 тысяч граждан. Квалифицированные кадры нам помогают воспитывать Нижневартовские, Сургутские, Егорские, высшие образовательные учреждения, подведственные СУЗы. В том числе мы привлекаем в строительную отрасль и граждан соседних регионов. Спасибо большое за комментарии. Хотелось бы после общих цифр и положений перейти к более частным примерам. В том числе как раз к строщикам, которые непосредственно работают с продажами, с потребителями, с покупателями. И у нас на видеосвязи Татьяна Назарова, руководитель офиса продаж в Ханты-Мансийской строительной компании и автор. Татьяна Назарова, добрый день. Слышите нас? Видите? Да, добрый день. Как вас слышно? Да, слышно прекрасно. Пока не видим вас. Посмотрите, включена ли у вас камера. Да, камера включена. Да, все хорошо. Хотелось бы вот такой вопрос изначально задать. С каким запросом приходит сегодня к вам потребитель? Ну, хотелось бы в первую очередь сказать, что потребители сейчас у нас уже сразу же знают, чего хочут. То есть, если раньше человек приходил, у него в основном был один запрос. Это мне нужна двухкомнатная или трехкомнатная квартира. То есть, сейчас потребители, они у нас на самом деле молодцы. То есть, они уже изначально знают, что им нужна закрытая территория двора, допустим, видеонаблюдение, чтобы у них детки были в безопасности, колясочная в подъезде и так далее. То есть, конкуренция, в принципе, как и у нас в Фантоматическом, так и особенности в других регионах, она очень развита, поэтому застройщики сейчас стараются строить не только качественное жилье, но и обеспечивать комфортную, доступную среду, чтобы человеку было приятно жить не только в своей квартире, но и находиться, допустим, в том же дворе. Да, как раз вы уже затронули этот момент, что сегодня очень большое внимание уделяется не только квадратуре и материалам, из которых построен дом, но и благоустройству придомовой территории, парковки, закрытые площадки для детей, места для колясок, для велосипедов. Вот что из этого в последние годы действительно стало трендом, когда человек покупает свои квадраты, он априори уже уверен, что вот это должно быть? Да, на самом деле так и есть. То есть сейчас человек уже звонит с запросом и сразу же говорит о том, что есть ли у вас колясочная, допустим, в подъезде, закрытая территория двора. То есть для некоторых это прям обязательное условие. То есть критерии сейчас, они намного выше, я думаю, чем те же 5-10 лет назад, но и в любом случае есть с чем сравнивать. То есть, как я и сказала, конкуренция у нас достаточно высокая, поэтому и застройщики также смотрят, конечно же, друг на друга. И хочется уже не только показать качество строительства, но и выделиться даже своими какими-то конкретными фишками. Обязательное, конечно, количество парковочных мест большое, колясочные, как я и сказала, ну и видеонаблюдение, конечно, никто не отменял. То есть мы в первую очередь за безопасность. Есть еще такие дополнительные сегменты для удобства проживания, как торговые точки различные в домах, допустим, пекарня на первом этаже, отделение, маркетплейс, фитнес в цоколе твоего же дома. Вы это тоже продумываете заранее или там уже как пойдет по мере сдачи дома? Да, конечно, сейчас стараемся продумывать это все заранее. В зависимости, конечно, от расположения дома, от точки, где, в каком районе у нас дом строится, соответственно, там уже смотрим по нахождению рядом близлежащих каких-то торговых центров. То есть если раньше был запрос в основном на то, чтобы рядом была школа и детские сады, то сейчас, конечно, потребителю хочется, чтобы спуститься на первый этаж, и у него были все удобства. То есть это и пекарня, и кафе, и так далее. Ну и для этого стараемся создавать, опять-таки, не только комфортные квартиры, но и комфортную коммерческую функцию. То есть чтобы коммерсантам тоже хотелось к нам зайти, хотелось расположить свой бизнес, ну и не просто существовать, а, конечно, процветать. Ну вот такой запрос, он усложнил вашу работу как продажника? Или, в принципе, вы уже успели войти в колею, и какие-то новые запросы вас не очень смущают, и вы готовы принимать все новые-новые заявки, новые хотелки, пожелания? Нет, я не скажу, что усложнил. Наверное, сделал работу более интересной, потому что мы работаем в такой сфере, где на самом деле меняется все очень-очень быстро, с большой скоростью. Поэтому мы привыкли, что нам нужно подстраиваться, ну и, соответственно, отрабатывать данный навык. Хорошо, спасибо большое за комментарий, Теана. Мы имеем вот такую вот тоже статистику с просторов интернета. Югра заняла четвертую строчку в рейтинге по доступности ипотечного кредитования, по данным исследования экспертов, в основу которого положены даже данные Центробанка и Росстата в округе. Купить жилье в ипотеку могут примерно 52% населения. А в 2020 году, к примеру, эта цифра была выше 56%. Алена Набокова, руководитель ипотечного агентства Югры в Нижневартовске, и учредитель ипотечного агентства Югры в Нижневартовске и в Ханты-Мансейске у нас на видеосвязи. Вот очень интересно услышать вашу точку зрения по этой статистике. Так ли это? Здравствуйте. Вы знаете, на самом деле структура ипотечного кредитования, покупка жилья, и в частности структура льготного ипотечного кредитования в наших городах очень разная. Если мы говорим про льготы, а все-таки высокий уровень доступности ипотечного кредитования за последние несколько лет были благодаря как раз льготным программам, льготные программы в основном распространяются на покупку новостроев. И из-за этого структура внутри наших городов абсолютно разная с точки зрения доступности ипотеки, в частности льготной ипотеки. Я приведу простой пример. В Ханты-Мансейске среди наших сделок, среди дел ипотечного агентства Югры, 58% жилья люди покупают в новостройках. Соответственно, покупаются с использованием льготных ипотечных кредитов с низкими ставками. Но при этом в городе Нижневартовске эта доля всего лишь 18% составляет. И связано это в первую очередь с наличием застройщиков, с наличием новостроев. В Ханты-Мансейске, например, на сегодняшний день 26 жилых комплексов, которые находятся в продаже. Для нашего прекрасного, но небольшого города это классное, это большое количество, что позволяет как раз конкурировать застройщикам, развиваться, расти и предлагать новые качественные продукты для потребителей. А опять же в Нижневартовске, я вам могу сказать, на сегодняшний день всего лишь два дома, два жилых комплекса, которые находятся в продаже. Поэтому, если говорить про доступность ипотеки, а все-таки в основном жилье на жители Югры и, в общем-то, всей страны, скорее всего, приобретают именно в ипотеку, то здесь еще зависит как раз и от продукта, что можно купить на сегодняшний день в ипотеку. И вот какие-то города нашего округа, так скажем, более развиты, более широко представлены в этом плане. А некоторые города, конечно, не дают возможности людям воспользоваться теми льготами, которые есть и купить жилье в ипотеку. Да, конечно, предложение рождает и спрос, а спрос, соответственно, рождает предложение. Но вот есть, опять же, такая статистика, это ее предоставил Банк России, что по его расчетам ожидается, что ипотечный портфель в 2023 году вырастет в диапазоне от 13 до 17%. И в 2024 году Центробанк ожидает рост ипотечного кредитования также на 13-15%. Вот как вы думаете, в Югре эта тенденция тоже будет связана с ростом? Или нам пока не грозит это? И мы примерно стоим на одних показателях. Вообще, конечно, объем ипотечного кредитования в округе, и мы основываемся только на тех сделках, которые проходят у нас в компании, он растет, безусловно, и рост будет. Но, опять же, он связан с факторами, которые сегодня на рынке существуют. Доступность, наличие, во-первых, продукта. Что покупать? Если не будет новостроек, ну, навряд ли мы сможем прирастать в ипотечном кредитовании. Потому что, как я уже говорила, высокая доля на сегодняшний день как раз использования льготных ипотечных кредитов. Пока, слава богу, льготные ипотечные кредиты у нас продлеваются, будут действовать ряд программ. Поэтому я надеюсь, что мы будем прирастать так же, как и Россия в целом, с точки зрения ипотечного кредитования и улучшения жилищных условий людей. Но, конечно, это зависит и от Центробанка, от ставок, которые нам будут предлагать в этом году и в следующем году. И, конечно же, от застройщиков, которые будут, я надеюсь, строить еще больше, ну, и, соответственно, качественнее. Потому что, опять же, это очень замкнутая такая система, если можно сказать. Потому что наличие новостроек формирует вторичный рынок. Если появляется качественный вторичный рынок, то у людей, получается, появляется больше возможностей покупать жилье на вторичном рынке, более качественное жилье. И пользоваться, соответственно, ипотечными продуктами на покупку вторичного. Потом, как правильно, новостройку покупают все равно те, кто продают. Поэтому это такой зависящий друг от друга процесс. Поэтому объем ипотечного кредитования, вероятнее всего, будет расти, но зависит, конечно же, еще от продукта, который будет. Хорошо. Спасибо, Алена. Вот смотрите, мы когда говорим с вами про рост, и вы этого ни в коем случае не отрицаете. И хотелось бы, возможно, чтобы этот прирост был постоянным. Но пусть даже он в 2023 году уже составил порядка нескольких процентов. Около 44% эта выдача обеспечивается льготными программами. Вот как эта статистика отражается на Югре? Да, как раз льготные программы на протяжении последних нескольких лет, так скажем, вообще в основе лежат драйва ипотечного кредитования. Потому что, конечно, более доступные ставки как раз сейчас по льготным программам. И у нас доля тут также высока. Как я уже сказала, есть города, в которых доля льготного кредитования, она превышает эти общероссийские данные. Но, опять же, есть города, в которых доля льготного кредитования значительно ниже. Потому что все льготные ипотечные программы работают только на покупку новостройки. Опять же скажу, не во всех городах есть достаточный выбор продукта новостройки, который могут вроде купить по льготной ипотеке. А какой топ сегодня льготных программ? Что сейчас на самой вершине популярности? Ну, безусловно, самая, наверное, приятная, доступная, любимая программа, это, конечно же, семейная ипотека. На сегодняшний день она составляет ставку по семейной ипотеке 5,7%. Есть банки, которые даже чуть пониже предоставляют. Эта ипотека для семей, у которых есть ребенок, родившийся с 1 января 2018 года, есть такое, либо больше несовершеннолетних детей, либо особенный ребенок. Соответственно, они тоже могут воспользоваться льготной ипотекой и такой низкой ставкой. Эти ставки, такая ипотека распространяется на покупку новостройки, как я уже говорила. Поэтому очень любят семьи с детьми как раз улучшать свои жилищные условия, покупать новые квартиры от застройщиков по такой выгодной ставке, потому что просто выгоднее купить новостройку, чем покупать вторичное жилье. На вторичном жилье сейчас ставки уже перешагнули рубеж в 14%, поэтому, конечно, 5,7% это просто прекрасная, сказочная ставка на сегодняшний день. Вторая программа, которая очень популярна, это ипотека с господдержкой, так она называется, ипотека с господдержкой на сегодняшний день от 7,7% годовых. И ею может воспользоваться любой гражданин России, опять же, при покупке новостройки. Зачастую, конечно, наши жители покупают жилье за пределами региона, такая доля тоже достаточно большая. Опять же, с точки зрения инвестиций, вложений на будущее детям, кто-то для переезда. Иногда покупают новостройки в другом регионе, просто потому что не могут подобрать последующий вариант инвестиционер. Алена, многих все-таки волнует еще такой момент, что какая-то средняя стоимость квадратного метра в Югре, она вообще существует, если мы говорим о первичном рынке и о вторичном рынке? Или настолько разный ценовой диапазон в городах Югры, что мы не можем назвать примерную среднюю стоимость? Я думаю, честно говоря, что органы статистики наверняка могут назвать такую среднюю температуру по больнице, что называется. Я скорее, наверное, хотела бы как раз остановиться на двух городах, потому что у нас есть объективные данные, присутствующие в городах Кантамансийск и Нижневартовск, и здесь, конечно, разница в цене, в динамике цены, она очень существенная. Например, у нас стоимость новостройки в Кантамансийске на сегодняшний день по итогам третьего, двух месяцев третьего квартала составляет в 122 тысячи рублей за квадратный метр. Это мы берем те сделки, которые завершены, совершились реальные покупки. И за 8 месяцев этого года цена в новостройках выросла на 12%. То есть это прилично. Следом за собой стоимость новостройки тянет в рост цены на вторичном рынке. На вторичном рынке сегодня в Кантамансийске стоимость в районе 107 тысяч рублей за квадратный метр, то есть такая средняя по городу. Например, в Нижневартовске средняя стоимость в новостройке 87 тысяч рублей. Ну, то есть так, существенно ниже, чем в Кантамансийск. Но при этом вторичка в Нижневартовске на протяжении длительного периода времени относительно стабильная и составляет в районе 65-70 тысяч рублей за квадратный метр. Но обратите внимание, опять же, в Нижневартовске колоссальная разница между стоимостью новостройки и стоимостью вторички. Это связано опять же с тем, что очень мало новостроек, новых жилых комплексов, новых современных проектов. Нет совершенно никакой конкуренции, и вторичный рынок, он тоже не формируется. В основном он старый, однотипный жилых комплексов. Да, вы совершенно правы. Но и все-таки человека, который в прикладном сегменте работает с продажами, с ипотеками, с квадратными метрами их стоимостью. Алена, скажите, вы согласны с рейтингом РИА, который рассказывает о том, что средняя югорская семья за три с небольшим года может накопить на двухкомнатную квартиру? Знаете, я согласна с тем, что Хантувансийский округ, наверное, во многом более прогрессивен и более доступен с точки зрения использования ипотечных кредитов и покупки жилья. Я точно, исходя из практики, которая у нас есть, точно понимаю, что срок закрытия ипотечного кредита достаточно короткий. Семьи, когда берут ипотеку и думают, боже мой, 20 лет платить, но, как показывает практика, 5-7 лет ипотечный кредит закрыт. Опять же, стали чаще расширяться из-за меньшего жилья, переезжать в большее. Поэтому, ну, так если, в общем сказать, да, я согласна, наверное, со статистикой, исходя из тех настроений и тех клиентов, которые к нам приходят. Спасибо большое за ваши комментарии. А мы сейчас из Хантувансийска и Нижневартовска переносимся в Сургут. Семен Александрович Кузнецов, руководитель группы проекта Дома Эстета Бенуа и Азбука компании Северные строительные технологии у нас на связи. Еще раз напомню, это Сургут. И хотелось бы у человека, который столкнулся со строительством Дома Эстета, узнать, во-первых, что это такое, и, соответственно, какие сейчас самые главные тренды и бренды на строительство, и что хочет сегодня покупатель. Здравствуйте, меня хорошо слышно? Да, отлично и слышно, и видно вас прекрасно. Отвечая на ваш вопрос, я, наверное, скажу, что сейчас покупатель выбирает образ жизни, а не квадратные метры. Уже, к сожалению, повторюсь, но за Татьяной, что сейчас очень важно, закрытая территория в виде наблюдения. Во всех новых новостройках сейчас делается дизайнерская отделка мест общего пользования, то есть парадные создаются, холлы. А люди выбирают планировочные решения со своим сценарием жизни. То есть мы, когда выполняем, на старте проекта разрабатываем планировочные решения, как раз основательно к этому подходим, разрабатывая сценарий жизни для каждой планировки, которую мы создаем в наших проектах, в компании СССР. Но приоткроете завесу тайны тех, кто не был в Бенуа, что такое Дом Эстет? Что это за проект такой? Чем он отличается? Ну, на данном проекте мы немножко отошли здесь от ранее построенных объектов компании СССР. Мы решили построить низкоэтажный дом здесь с наличием подземного паркинга, естественно, с дизайнерской отделкой. 23 различных планировочных решения для каждого покупателя рассмотрели от студии до больших трехкомнатных квартир имеется в наличии. Естественно, прорабатываем сейчас просто данный проект находится на стадии строительства, систему телеметрии, ограниченного доступа, поработали над благоустройством объекта, то есть создали там зоны, эстетику, проработали внешний вид здания, отдельно разрабатывали дизайн-проект фасада. Удивительно, получается, что в многоквартирном доме не комплексный подход к застройке, а индивидуальный по заказу каждого жильца, покупателя выходит так. Еще один очень важный вопрос. Какие объемы застройки сегодня пользуются популярностью? Деловое строительство или квартиры под ключ с ремонтом? На чем, получается, заработать больше? Смотрите, здесь я могу так ответить, что, например, за последние несколько лет мы построили объекты, которые продались все до бода объекта в эксплуатацию. То есть это говорит о том, что спрос на первичную недвижимость строителей с помощью искров счетов пользуется популярностью. За счет, конечно же, процентной ставки, как ранее коллеги озвучили, процентной ставки. И что денежные средства доодщиков находятся на специальных скровщитах, в которых доступ закрыт до ввода объекта в эксплуатацию. То есть исполнение обязательств застройщика по строительству данного объекта. Хорошо. Вы говорите про такую важную составляющую, как финансы. И на чем основано сотрудничество сегодня застройщика и банка, ипотечного агентства? Может быть, какие-то дополнительные плюшки, льготные программы дает сам застройщик от себя, также чтобы устранить конкуренцию и привлечь больше покупателей к своему объекту? Про сотрудничество скажу, что на сегодняшний день как раз-таки строительство по федеральному закону с применением скровщитов. Наше сотрудничество с банком заключается в том, что мы берем кредит на строительство объектов. То есть на полную... То есть там собственный капитал, естественно, вносится, плюс деньги кредитные. То есть мы осуществляем строительство за счет средств банка, который финансирует объект полностью. Спасибо большое. Удачи вам на ваших объектах. Побольше интересных строительных площадок и новых решений. А мы переносимся снова в Ханты-Мансийск. И на просторах интернета появилось совсем недавно такое сообщение, что в Ханты-Мансийске продают плавающий дом за 750 тысяч рублей. Неплохое такое вложение вроде как. Так и возможно ли продать или купить в Югре недвижимость действительно на любой вкус? Как никто знает Людмила Руслановна Осипова, эксперт по недвижимости компании «Этажи» город Ханты-Мансийск. Людмила, здравствуйте. Какие льготные программы сейчас действуют у вас? То есть не то, что вообще существуют, а что самое востребованное? На сегодняшний день одной из самых востребованных, я бы сказала, популярных программ, это является, конечно же, семейная ипотека и господдержка. Процентная ставка, при которых составляет 5,7%, как сказала моя коллега, также в нашей компании предоставляет для наших клиентов преференцию. И можно взять в некоторых банках ипотечный кредит под более низкую процентную ставку. То есть сегодня это самая популярная семейная ипотека и господдержка. У господдержки процентная ставка составляет 7,7%. А какие факторы, по вашему мнению, позволили Югре в очередной раз попасть именно в топ по ипотечному кредитованию? Мне кажется, мы оттуда не выходим из этого топ-3, топ-4. А главное, по погашению, преждевременному погашению ипотеки? Ну, безусловно, город Ханты-Мансийск, наш округ, является одним из самых востребованных городов, центров притяжения для покупателей. Город Ханты-Мансийск вообще в целом является одним из самых популярных, можно так сказать, для покупателя, поскольку это является доступная среда. Застройщики очень внимательно и тщательно следят за фишками, фишками, которые у нас есть в целом. И строят такие многофункциональные дома, и поэтому, конечно, наш округ является один из востребованных, и покупатели стремятся приобрести комфортное жилье для себя. Мы сегодня много говорим о застройщиках, о новых объектах, о том, что сейчас существует индивидуальный подход. Как меняется стоимость жилья в округе? Нам Алена уже сказала, что она растет, и не только в Ханты-Мансийске, но и в других городах. Вот что предпочитают покупать все-таки клиенты? Неужели вторичка совсем отошла, извините за тавтологию, на второй план? Вторичка, безусловно, также востребована. То есть у каждого покупателя свой особый спрос, свою особую потребность в жилье. Но, безусловно, на востройке застройщики ведут свою лепту, и квартиры в новых домах являются более востребованы для покупателя из-за процентной ставки. Но ни в коем случае вторичка, я не скажу, что она проседает. Кто-то не готов использовать ремонт от застройщика, либо приобрести квартиры в черновом варианте. Есть покупатели, которые хотят прийти в готовое. Как раз это вторичный рынок. Также у нас эта загородная недвижимость, она также является достаточно востребованной. Это постройка домов, где также процентной ставкой можно воспользоваться от 5,7%. То есть, в принципе, спрос есть на любое жилье, но на востройке в любом случае лидирует. Когда к вам приходит человек, который еще не определился, чего он хочет сам, какой выбор вы посоветуете ему сделать? Лучше купить новостройку под низкий процент и самостоятельно оставшуюся часть суммы, которая у него будет сделать ремонт, или же это вторичка, немного дешевле, какие-то стены, какие-то окна и двери там уже есть, и делать постепенно. Какие вложения в итоге оказываются выгоднее? Вот просто по личному опыту, по вашим наблюдениям. Ну, по моим наблюдениям, однозначно, особенно в текущем квартале, спрос был большой на новостройки. Покупатель, пришедший непосредственно ко мне, либо в нашу компанию, компанию «Этаж», мы, конечно, тщательно выявляем его потребность. Потребности клиента абсолютно разные. Если я понимаю, что покупатель пришел, это его первое жилье, он готов к ежемесячному платежу, он не хочет вкладываться ни в ремонт, нет дополнительных денег ни на мебель, ни на технику, тогда, конечно, и устраивает ежемесячный платеж, что однозначно вторичное жилье. Но новостройки, повторюсь еще раз, берут свою лепту, берут своими хорошими условиями для покупателя, и, конечно же, люди идут туда однозначно. Но и вторичка, повторюсь, тоже является достаточно интересной для покупателя. То есть все индивидуально абсолютно. Спасибо большое, Людмила. Мы остаемся в Ханты-Мансийске, переходим к следующему спикеру. Это человек, который как раз каждый свой рабочий день связал с тем, чтобы помогать людям осуществлять их мечту, что в новостройке, что во вторичном жилье. Это Денис Владимирович Богуш, генеральный директор компании «Мастер Комфорт», которая как раз и занимается ремонтами в квартирах. Добрый день. Денис, слышите нас? Да, слышу. Да, и мы вас тоже прекрасно слышим. Ваша сфера деятельности, она неотрывно связана со строительством, неотрывно связана с покупкой, продажей жилья. Насколько сегодня распространены ваши услуги? Почему люди готовы заплатить кому-то за поклейку обоев, а не заниматься этим самостоятельно? Так, смотрите, скажу так, несколько причин, по которым люди предпочитают платить за эту услугу. По поклейке обоев. Профессиональные мастера имеют опыт и навыки. Так как существует очень много видов обоев, есть винил, есть винил на флизелине, горячего тиснения. Также люди не знают, как правильно подобрать рисунок. Он существует, односторонний, двухсторонний рисунок. А когда люди подрезали, ну подобрали рисунок, к стене подложили, а рисунка там нету, потому что он не совпадает. Ну, то есть профессионализм важен во всем. Чтобы потом не кусать локти за выброшенные деньги на несколько рулонов обоев, лучше эту разницу компенсировать оплатой специалисту. Совершенно верно. Хорошо, работы вам хватает в повседневной жизни? Заказов много? Заказов очень много, как говорится. Ну, всех ты не можешь взять. То есть даже существует какая-то очередь ожидания. То есть если мне не срочно нужен ремонт, я могу встать в эту очередь, в такой лист записи, и до меня когда-нибудь она дойдет. Ну да, если это идет по рекомендации, как бы человек готов знать, если он знает свою работу, как выполняет ее. И люди готовы вместе ждать. Хорошо, и очень важный момент такой юридический. Существуют ли какие-то отношения с заказчиком, которые регулируются договором? Ведь риски есть и у собственника, как будет проделана работа, и также у фирмы. Потому что могут быть претензии как действительно реальные, так и на пустом месте. Вот в этой сфере как вы договариваетесь? Так, поэтому, конечно, мы договариваемся через договор от работы, чтобы все сроки были выставлены, кто заказчик хочет, качество. То есть это все-таки не на словах, а возможно утвердить на бумаге, чтобы все были уверены в исполнении обязательств? Это не проблема сегодня? Да, конечно. Потому что кто на бумаге, он также на слове честном составляет, а потом начинает кусать, делится локти. Да. Тупое платье будет важно. Это правильно. И с другой стороны, также и с вашей стороны можно не дождаться оплаты обещанной, которая была на словах озвучена. Вот такой момент. На рынке материалов постоянное подорожание, особенно когда начинается этот строительный сезон, весна, лето, начало осени. Как можно сэкономить на ремонте? Вот ваш лайфхак. Есть он или не существует? Ну, надо тщательно составить смету сначала. Определиться, что заказчик хочет. А то бывает такое, что заказчик говорит, Денис, таким то-то-то, а потом, когда они цену узнают в магазинах, и у них это все уже, желание отпадает. Но вы-то помогаете с подбором материалов, если совсем не уверенный юзер ремонт не попался? Берем материал здесь, в городе, кто-то привозит. Ну, с Солкута, с Кюмени, если позволяет, ну, автомобиль там, кто привозит. Спасибо вам большое за комментарии. Вот еще раз одно подтверждение, что лучше обратиться к специалисту, какая бы ни была отрасль, нежели потом оплачивать двойную цену. И у нас на связи еще один, но очень важный спикер. Это Филипенко Василий Александрович, депутат Думы и Югры, координатор федерального проекта «Единая Россия» и «Городская среда» в Югре. Купить отличную двушку или трешку, допустим, не проблема. Но есть куча вариантов планировок, также куча видов из окна, которые можно подобрать. Но немаловажно, что ты видишь, когда ты выходишь из подъезда, как организовано пространство за стенами твоей квартиры. Проект ФКГС. Какие обороты он набрал сегодня в Югре? «Комфортная городская среда». Добрый день. Добрый день всем. Добрый день. На самом деле, наверное, один из самых популярных, я бы сказал, проектов «Комфортная городская среда». Начнем с того, что он уже с 2016 года реализуется. Собственно, родился он из программы партийной единой России, «Городская среда», которая, в свою очередь, появилась по наказам избирателей в период выборной кампании еще с 2016 года. И с тех пор он постоянно реализуется. И в этом году реализуется порядка 50 проектов общественных пространств и 23, по-моему, дворовых пространств. Но это то, что именно через государственную программу. Потому что, на самом деле, проект гораздо шире. Он реализуется не только через государственную программу с участием регионального бюджета и федерального бюджета. Одно и муниципалитеты реализуют, через инициативное бюджетирование, через привлечение тех же средств депутатских фондов. Поэтому достаточно широкий и большой масштаб. И я бы хотел еще отметить, что в чем, наверное, самое главное преимущество, фишка этого проекта, если можно сказать, это то, что он с самого начала реализуется под контролем и при самом активном участии жителей. Вот это как раз на опережение моего вопроса. Да, вы об этом обмолвились. Вот какое участие каждый югорчанин может принять в этом проекте? Ну, на самом деле, не то, что может. Да, весь проект он основан на участии жителей. Жители выбирают, начиная от наполнения объекта благоустройства, как он должен выглядеть, из чего он должен сделать, что там должно быть. И самый основной, наверное, шаг – это голосование за объекты благоустройства. Потому что только по результатам голосования объект включается в программу, то есть получает финансирование бюджета. Без этого никак не получается. Но помимо голосования, кстати, в этом году более 122 тысяч человек приняли участие, земляков наших, а помимо голосования, постоянно, и мои коллеги из «Единой России», и общественники, все желающие, принимают участие и в контроле за строительством объектов каждого, и в обязательном порядке общественная приемка. И потом уже после реализации на следующий год уже контроль, вот, вы говорите, там, самочувствие. Вот, когда мы говорим про реализацию и контроль, когда мы говорим, очень хочется спросить, сталкиваетесь ли вы с какими-то сложностями? Вот, давайте на примере, прямо 23-го года, были ли какие-то сложности, как они решались при реализации? Ну, вы знаете, все, что всегда касается, что строительство, бывает, всякие истории, но 97,5% реализуются в срок, четко, по графику и так далее. Да, бывают случаи брака, некачественного исполнения работы, но они все устраняются максимально быстро, устраняются тем же подрядчиком, без всяких дополнительных средств. Если по этому году, то, наверное, у нас такой был самый, наверное, такой, может быть, звучный объект, это парк Картопья в Советском. Он победитель федерального конкурса, он реализовывался еще в прошлом году, начат реализовываться, в этом году он завершен, там было достаточно много разговоров вокруг него, и где-то там проектные промахи, где-то какие-то еще, но я там сам бывал, неоднократно, да, мы смотрели с коллегами и с общественниками, смотрели. И, на мой взгляд, получился в итоге неплохо. Он реализован, он ведет в эксплуатацию уже, уже жители Советского, да и любые другие люди могут приехать и погулять. На самом деле, красивое место, интересно получилось. Да, на самом деле, они тоже были гостями нашей программы, нам удалось немножко краем глаза заглянуть и побывать. Но вообще, результатами работы и общественников, и членов Единой России, вы, в общем, довольны в реализации? Опыт дает свое? Ну, давайте так. На самом деле, да, потому что, во-первых, это один, на мой взгляд, ну, понятно, что я в этом пристрастен, да, один из самых востребованных проектов. И, ну, оценку качества реализации мне, наверное, не сильно правильно давать, но, тем не менее, я считаю, что достаточно успешно он реализуется. У нас за это время, думаю, более 500 общественных пространств, дворов и всего остального реализовано. То есть, ну, картинка улучшается, как говорится, на глазах каждый год. Ну, и я думаю, что это очень правильно. Но самое интересное, что аппетиты растут тоже, поэтому останавливаться нельзя, надо продолжать. Это самое начало. Да, мы стоим еще, видимо, в самом начале, еще и есть куда, и нужно куда двигаться. Спасибо большое, Василий Александрович. Мы завершаем на этом нашу часть программы «Покупка квартиры в равной степени ответственное и счастливое мероприятие». Многое предстоит учесть и принять немало важных решений. Но, следуя советам наших сегодняшних экспертов, теперь вы точно сможете выбрать квартиру своей мечты. Понять, по каким параметрам подобрать дом, куда захочется возвращаться после насыщенного дня, мы ненадолго прервемся и встретимся снова в этой студии через несколько минут. Югорский борец Заурбек Седаков завоевал золото чемпионата мира. Турнир сейчас проходит в Сербии. Наш спортсмен выступал в весовой категории 74 килограмма. В финальном поединке югорчанину противостоял американец Кайл Дейк. Отмечу, что оба спортсмена два года назад поднимались на пьедестал Олимпийских игр. Заурбек за золотом, а Дейк стал бронзовым призером игр. В финале мирового чемпионата Седаков вновь показал класс. За минуту до конца поединка счет по очкам был ничейный 3-3. Но югорчанин, благодаря великолепной технике, смог уйти от захвата в противника и заработать 5 очков. Но судейская бригада едва не забрала победу у Седакова. Посмотрев повторы эпизода, они начислили Дейку баллы, что максимально его приблизило к Заурбеку 8-7. Но несмотря на спорные решения, нашему спортсмену удалось выстоять и сохранить набранное преимущество. Итог – золотая медаль. Отмечу, что Заурбек Седаков стал трехкратным чемпионом мира. Кроме того, эта победа принесла сборной России олимпийскую лицензию. Хоккеисты Югры потерпели сенсационное поражение от Зауралья. После финальной сирены на табло застыли пугающие цифры – 0-6. Это поражение стало самым крупным за время выступления в ВХЛ. Кроме того, за Уралье впервые добилась разгрома с командой из Ханты-Мансийска. Весь матч у Югры страдала дисциплина. Подопечные Вадима и Панчинцева регулярно оказывались на скамейке штрафников, что помогало гостям отправлять шайбы ворота. Трижды курганцам удалось реализовать большинство и еще столько же раз поразить ворота Югры, играя в равных составах. К концу матча югорчане накопили 18 минут штрафного времени. Эта игра была заключительной в этой домашней серии. Сейчас хоккеистам предстоит короткая выездная серия, которая будет состоять из двух матчей. Первый матч Югра сыграет в Красноярске с «Соколом», а после проведет матч в Норильске с одноименной командой. Это позор, потому что мы сегодня показали, какую игру и счет. Мы не имеем права себя дома так играть. Я от всех прошу прощения у зрителей, у болельщиков у наших. Такого больше не повторится. Тут слов нет никаких. Я оправдание тоже. Телерадиокомпания Югра присоединилась к акции «Живая память благодарных поколений». Ее проводит Белорусский благотворительный фонд имени Алексея Талая. Изначальная идея акции была в сборе советских монеток, из которых планировали выплавить памятный знак. Для этого в общественных местах Минска и других городах Беларуси расставили специальные стеклянные колбы. Однако монеток собрали столько, что решено было сделать три памятных знака. Один в Минске, второй в Бресте и третий в Москве. Участие в акции от телерадиокомпании Югра принял директор Алексей Елизаров, который побывал в столице союзного государства в составе делегации автономного округа. Советская монетка, она олицетворяет вот эту благодарность от ребенка или от семьи ребенка. Мы поставили колбы, и народ, естественно, начал разные монетки. Там были российские монетки, белорусские, все. И мы сказали, что белорусские монетки пойдут на производство памятника, на его установку и так далее. А вот все советские монетки и так далее, это будет сплав. Они сплавлялись вместе и заливались в середину дерева. То есть это вот как такая память и благодарность, которая внутри. Энергетическая, можно сказать. Снова в студии проект «Здесь и сейчас». И Юлия Самуэльсон в первой части нашего эфира. Мы рассказали, как выбрать квартиру своей мечты. Если вы пропустили, то можете посмотреть трансляцию на нашем официальном сайте и на странице ВКонтакте, а также в вечернем повторе. А в продолжении такой важной темы хотелось бы обратить внимание, что начиная ремонт в квартире в стиле хай-тек, главное не остановиться на стадии «пусть так». Секреты и подвохи организации ремонта от Татьяны Хакимовой, начальника отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзор по Югре. Татьяна, здравствуйте. О чем надо помнить при организации ремонта? Давайте важные лайфхаки нам. В первую очередь при организации ремонта, если у нас заказчик-потребитель все-таки принимает решение, что он самостоятельно не будет им заниматься, надо читать договор на оказание услуг, который все-таки должен быть, и должен быть он в письменной форме. В договоре обязательно, в обязательном порядке должна быть представлена вся информация об исполнителе, включая ИНН, адреса, телефоны, перечень работ, смета. Это все должно быть прописано. Кроме того, в договоре в обязательном порядке должны быть прописаны сроки исполнения поэтапно, когда что происходит. Также договор должен содержать в себе информацию о том, за чей счет, когда и как закупаются строительные материалы. Это тоже очень немаловажный момент, с которым у нас потребители так или иначе тоже, бывает, сталкиваются. Хорошо, но а если сроки нарушены, все мы люди, где-то опоздал, где-то не пришел, взял лишний выходной, что делать? Нарушили сроки? Нарушение сроков – это достаточно тоже распространенная проблема. Здесь у нас потребитель в силу закона о защите прав потребителей имеет право либо назначить новый срок исполнителю, да, с учетом тех недостатков и недоделок, которые были уже сделаны, либо поручить выполнение работ третьим лицам, но опять-таки с компенсацией у основного исполнителя, либо требовать уменьшения стоимости выполненной работ. И если уж сроки совсем затягиваются, потребитель также имеет право отказаться от исполнения такого договора. Хорошо, не нарушены были сроки, закончены работы, но не устраивает заказчика не то, что какие-то свои фи, а просто действительно есть недостатки. Что делаем с этим? Во-первых, мы фиксируем все недостатки, которые, то есть должен быть акт приема-передачи работы. Все эти недостатки фиксируются в первую очередь в данном документе. И, соответственно, уже потребитель также имеет право требовать безвозмездного устранения выявленных недостатков, либо уменьшения стоимости проделанных работ, либо потребитель у нас может привлечь третьи лица, но с компенсацией этой стоимости услуг третьих лиц за счет первичного исполнителя. И если существенные какие-то недостатки, которые ведут за собой, влекут за собой, невозможно использоваться результатом работы, здесь уже однозначно имеет место быть расторжение такого договора с возвратом всего, что было сделано, и возвратом денежных средств, и, соответственно, с компенсацией. А есть ли какие-нибудь гарантийные сроки и вообще гарантия на подобные виды работ? А вообще гарантия должна быть прописана, вот то, о чем я говорила в договоре, то есть гарантийные сроки у нас должны быть изначально все предусмотрены и прописаны в самом документе. Но если же их нет, то здесь нашим потребителям отчаиваться не стоит. Почему? Потому что у нас по общему правилу закона о защите прав потребителей установлена общая гарантия 2 года. А ваш отдел защиты прав потребителей часто сталкивается с подобными жалобами или пока все делается по закону через договора? Нет, такие подобные обращения поступают и поступают. Я не скажу, что они поступают часто, нет. А бывают. В основном они у нас приходят, такие жалобы, в период строек и ремонтов. Ну, это, знаете, весна, лето, осень. Тогда отмечается некий рост подобных обращений. Не всегда у нас люди составляют договора, что очень сильно препятствуют уже защите их прав и помощь с ними, обращение им в суды. Потому что нет документа и что-либо установить, определить конкретные этапы работы очень сложно. Спасибо большое. Надеемся, что все приняли информацию к сведению и будут ответственнее относиться ко всему, что делают и что прописывают на бумагах. Мы переходим к следующей новости. Югорчанам посчастливилось наблюдать редкое для этого сезона явление. Северное сияние. И хоть местных жителей не удивишь переливами в небе, но фото, видео и отзывы в социальных сетях до сих пор набирают охваты в югорских пабликах. Многие не могут сдержать восторга и удивления от красных, зеленых, розовых, фиолетовых полос в небе, а фотографы каждый день практически выдвигаются на ночную охоту в поисках редких кадров. Ждать ли еще жителям округа полярного сияния и как оно сказывается на здоровье югорчан, мы уточним из заведующего лаборатория геофизических наблюдений Полярного геофизического института в Мурманске Ярослава Алексеевича Сахарова. Добрый день. Хочу вот такой сразу вопрос задать. Я, честно, коренной житель этого края, но не припомню, чтобы лет 10 назад мы вообще могли в Ханты-Мансийске, в Югорске, в Сургуте видеть северное сияние, а сейчас оно становится все чаще, все ярче и даже уже в осень перешло. Почему? Добрый день. Вы меня слышите? Да, да, здравствуйте. Да, да, да. Вы понимаете, причиной появления или исчезновения таких массовых явлений, как полярное сияние, конечно, является погода на Солнце. Как определить Солнце, так мы и зафиксируем эти явления на Земле. Последние 6 лет цикл, который, цикл солнечной активности, в который мы попали, он весьма своеобразен. С одной стороны, мы не ожидали очень интенсивных магнитных бурь на Земле и очень сильного свечения. С другой стороны, действительно, скажем, этот год, он очень много проявлений сияний на российском севере, да и не только, практически вся Земля ловит магнитную активность. Об этом говорят и события, которые в мире происходили. Все знают, например, ситуацию с космическими аппаратами Маска. Причин неестественных здесь нет. Однако, какое сияние будет сегодня и как далеко на юг оно убежит, это зависит и от плотности плазмы, которую испускает солнечный диск, этот называемый солнечный ветер. И от того, какое магнитное поле эта плазма несет. Вот эти два фактора основные определяющие. Например, два дня назад магнитное поле было благоприятное к тому, чтобы космическая плазма пробиралась в атмосферу Земли. А потоки, непосредственные вещества, которые вылетело из солнца и двигалось в сторону Земли, были не слишком высокие. И тут получается забавная ситуация. Очень сильной бури нет, а с другой стороны и в Москве, и южнее наблюдается полярное сияние, как бывает очень сильные магнитные возмущения. Так что ничего слишком особенного нет. Характерно только одно. Я это помню с детства. На самом деле в Сибири чаще появляются цветные полярные сияния или это ощущение зрителей, чем у нас мы-то обитаем в Урманской области. Близко моря, погода не всегда хорошая. Ну а то, что видит человеческий глаз, это, конечно, естественное излучение атмосферных газов под действием прилетевших электронов, в основном иногда протонов. И то, что доставил нам воздух как фильтр. Если загрязнение высокое, сияние блеклое, в основном желтое и не слишком. Ну а то, что я увидел вот в этом сезоне из снимков, присланных из Югры, это фантастические, яркие, насыщенные, красивые цвета. Надо радоваться тому, что мы можем наблюдать эти сияния. Ну и надо иметь в виду, всякое геомагнитное возмущение, особенно сильное, оно тем или иным образом влияет на живые организмы, хотя это не катастрофа. И надо быть аккуратным тем, у кого есть метеозависимость по здоровью. Да, это как раз был один из моих тоже вопросов, что красота красотой, а какие-то опасности несет ли или нет. Но будем готовиться. Да, вот скажите еще, пожалуйста, в какие зимние месяцы в нашем регионе можно тоже будет ожидать полярное сияние? Или теперь это уже не зависит от месяца? Нет, это зависит от месяца, в том смысле, что это зависит от календаря. Вот, например, сейчас в сентябре, вблизи равноденствия, есть такой эффект, что сияние и магнитные возмущения развиваются более как-то внятно и чаще, чем другое время года. Летом, когда у нас полярный день, их вообще практически без специальной аппаратуры не видно, просто потому что небо слишком светлое. А, вот оно в чем дело. То есть, возможно, они были и летом, просто мы их не видели. Они есть и днем, и ночью, но просто они в разных местах. Зона, в которой наиболее часто появляется сияние, так называемый овал полярных сияний, он зацеплен одним из центров за магнитный полюс, но расположен так, что ночью, когда наша российская часть земного шара находится в стороне от Солнца, и к нам проецируется по магнитным силовым линиям хвост магнитосферы, наиболее удобное время наблюдать, если есть погода. А зимой вблизи малого года, как правило, холоднее, ясное небо, и можно увидеть тияние. А когда снег идет или дожди сплошные, как вот у нас, в этом сентябре много дождя, мы не видим ничего, а москвичи и ленинградцы радуются. Ха, сияние каждый день, вот, выйди, посмотри. Не видим мы. Спасибо большое. Все, вы нам расставили все по своим космическим, астрономическим местам. Я постарался. Ярослав Алексеевич, мы будем вас еще ждать в гости с интересными рассказами про космические тела, газы, протоны и нейроны. А сейчас нам снова нужно вернуться в Южу. С удовольствием, только будет просьба, если возможно. Объяснить, как все это происходит, проще, если не была бы возможность показать те снимки, которые мы делаем, и схемы, которыми объясняем сияние. Вот если будет возможность такой передачи, я с удовольствием, это мое хобби, протокодировать знания. Придется выделить вам побольше эфирного времени, но мы тоже не против. Да, спасибо большое Мурманску. Мы возвращаемся обратно в Югру, в Нягоне, где в третий раз пройдет конкурс красоты «Национальная красавица». Инициатором проведения шоу при поддержке гранта губернатора и гранта главы города выступает местная общественная организация «За дружество народов Югры». О том, по каким критериям будут оценивать участниц, расскажет организатор конкурса «Национальная красавица» Розалия Валиева. И почему такое название? Вы ждете каких-то особенных красавиц? Как будете выбирать? Добрый день. Здравствуйте. Да, мы отобрали уже. Нынче будет у нас не 12, а 13 девушек, потому что желающих очень много стало принимать участие в таких конкурсах, в таком конкурсе «Национальная красавица». Да, мы проводим уже третий раз, и девушкам, и жителям всем очень нравится. Так что вот у нас 13 конкурсантов. Почему же называется «Национальная красавица»? Ну, потому что у нас девушки разных национальностей, то есть 13 девушек разных национальностей. Не одна не повторяется, это обязательное условие. Нет, не одна не повторяется. Вот у нас русские, белорусы, нынче у нас даже цыгане будут, будут азербайджанцы, немцы, башкирии, казачка будет у нас, дагестанцы будут у нас. Так что у нас очень много разных национальностей, знакомства с культурой, традициями. Хорошо, вот как раз, да, что ждет конкурсантов? Это будут стандартные конкурсы в бикини и в платьях? Нет, конечно, нет, нет, нет. Конечно, они все девочки будут у нас в разных национальных костюмах. То есть каждая девушка будет представлять свою культуру, традиции, свою нацию в своих национальных костюмах. Вот. Будет визитка, то есть она должна будет рассказать о культуре, традиции своего народа. Потом будет у нас музыкальный номер, да, то есть кто-то будет танцевать, кто-то будет стихи читать, кто-то будет песни петь. То есть вот представление блюд, традиционно это у нас национальные блюда, готовят девушки, презентуют их, рассказывают, как они их готовят, как они, вот, их не национальные блюда. Вот. И в конце у нас будет дефиле, дефиле в свадебных платьях. В том году вот у нас был первый раз, нынче мы решили оставить. Это очень зрелищно, очень красиво и девочкам очень нравится. Так, какой будет главный приз? Жених? Нет, у нас не будет победителей, у нас будут номинации. У нас все победители, то есть не то, что нет победителей, у нас все победительницы, девочки, вот, будут номинации. Мисс Улыбка Нягани, например, мисс Романтика, мисс Доброта. Ну, вот, такие вот разные номинации девочки получат. Подарки, цветы, ленты, все как положено. Хорошо, куда идти нягоньцам, куда гостям Нягани? Идти смотреть, болеть, голосовать, где это можно сделать? 23-го числа, это будет суббота, в 12 часов в ДК Западном. Ждем всех гостей. И мы тоже подключаемся и тоже всех приглашаем на такое доброе, хорошее мероприятие дружественное. Спасибо вам большое. Да, очень дружно. А мы переходим к нашей следующей новости. Егорских школьников приглашают на уникальные уроки CityFerber Junior 1.0. Это цикл образовательных программ, который поможет ребятам научиться выращивать собственные овощи и зелени с помощью гидропонных установок. Кроме того, юных садоводов познакомят с процессом работы на настоящих фермах и также помогут подобрать будущую профессию с учетом инновационных возможностей. О том, что интересного ханты-мансийские школьники узнают о растениях и о овощах, нам расскажет руководитель проекта CityFerber Junior 1.0 Олеся Харрисова, которая с нами на видеосвязи. Олеся, здравствуйте. Уже не первый раз у нас в гостях. Очень рады всегда вас видеть, вашим успехом, вашему опыту. Просто поражаемся и даже где-то завидуем. Ученики каких классов смогут принять участие в таких уроках великолепных? Добрый день. Принять участие в проекте и войти в инициативную группу смогут ученики 6-9 класса, даже 6-8. Это сделано для того, чтобы... Ну, 9-11 классы, они уже заняты подготовкой к экзаменам, да, ОГИ, ЕГЭ. А те, кто помладше, им будет сложновато. Поэтому вот средняя школа – это самый оптимальный возраст для проекта. Хорошо. Что будут делать участники этого проекта? Что будут делать школьники на уроках? Есть такая небольшая дорожная карта? Взять семечку, посадить, полить, прийти завтра? Да, дорожная карта есть. Ребята будут проходить цикл лектория, то есть непосредственно теоретические знания получат по выгонке растений методом закрытого грунта, но и также практические навыки. То есть каждый урок будет сопровождаться не только лекцией, но и практическими уроками. Цель – это чтобы понять весь процесс, как строится вообще процесс демо-производства от посева семечки до уже сборки урожая непосредственной передачи в школьную столовую. А в конце курса должен ли случиться какой-то экзамен, проектная работа? Как закрываться он будет? Результатом проекта будет считаться непосредственно в качестве экзамена непосредственный сбор урожая. Вот если растение выросло, оно не заболело, в процессе выгонки растений все макро- и микроклиматические условия были учтены, значит экзамен, скажем так, сдан. То есть никаких оценок уроки будут проходить в достаточно демократическом характере, потому что это все-таки дополнительные уроки, поэтому не будем лишний раз подвергать стресс учеников. Все в добровольном порядке. А то, что будет выращиваться в течение года, это уже будет параллельно отдаваться, как вы сказали, в школьной столовой? Или ребята смогут что-то унести домой, показать родным, чего они добились? Конечно, каждый ребенок, который в проектную группу вошел, он будет что-то забирать домой. То есть какой-то профит же должен быть от того, что он в проектной группе. Ну а остатки будут передаваться в школьную столовую. Будем сажать достаточно много, то есть это два двухметровых стеллажа по четыре полки. То есть в целом с одной полки можно сделать раз в полтора месяца 4 килограмма зеленой продукции. Поэтому хватит и на школьную столовую, и на то, чтобы домой нести что-то. Олесь, вот ваша зеленая такая эко-ферма городская, Ля Редиска, это результат большой работы, правильного подхода. И, конечно, это такая история хорошего успеха, успешного бизнеса. Вот городское фермерство, оно имеет действительно такое большое будущее сегодня в нашем веке? Или это больше такое хобби и баловство? Ну, хороший вопрос. Если посмотреть статистику Росстата, то у нас валовый сбор продукции зеленый, он немножко находится в стагнации, скажем так. За последний год он только реабилитировался после пандемии. Но в целом показатель достаточно, скажем так, вялый. Поэтому метод закрытого грунта, он как вспомогательный способ к традиционному сельскому хозяйству. На сегодняшний день плюсы в том, что выращивать, конечно, можно круглый год. Мы не зависим от сезона. Плюс короткий производственный цикл позволяет дать объем. Поэтому надеемся на расширение в ближайшее время, до конца года. Надеемся, что люди смогут увидеть нашу продукцию, в том числе и в федеральных сетях. Да, это прекрасный опыт. И мы желаем вам взрастить этих сити-фермеров в этом проекте и побольше вам учеников, чтобы все взошло и все выросло. Спасибо большое. А мы расскажем про еще один развивающийся эко-проект в Ханты-Мансийске. Этот эко-проект для обучающихся, также Югра, собирает расходы отдельно. Автор инициативы – региональный оператор Юграэкология. И благодаря проекту студенты Югорского госуниверситета будут учиться раздельному сбору отходов. В корпусах ЮГУ уже установили 36 специальных контейнеров. Как такое нововведение скажется на экологии и студентах, узнаем у исполнительного директора по обращению СТКО Юграэкология Виталия Эдвардовича Якимчика. Добрый день. Давайте начнем с того, что в Югре система раздельного сбора уже работает. И мы неоднократно говорили про это. Какие сегодня уже есть результаты? Почему решили переключиться на молодежь? Добрый день. Ну да, безусловно, система сама себе уже работает. Есть, так сказать, промышленные воплощения. Это сортировочные комплексы на территории Урая, Нижневартовска, Югорска и Нефтьюганска. И есть приближенные, так сказать, к населению. Это экодома, которые находятся в Сургуте, Нижневартовске и в городе Хантамансийске. Ну, собственно, если мы говорим о результатах годовых по сбору в экодомах, это приблизительно 210-250 тонн уже разделенных отходов мы планируем получить по результатам года. А почему проект так называется? Не отходов, а расходов. Есть ли там какой-то потаенный смысл? Югра собирает раздельно. А, вот так вот. Компулировка вот такая. Это для того, чтобы сразу акцентировать внимание на то, что отходы собираются раздельно. Хорошо. Собственно, установка в Югу 36 контейнеров – это все цель выработки привычки, правильной и полезной привычки, которая в будущем будет применяться людьми, молодыми и, собственно, транслироваться дальше своей семьей. Хорошо. В новом проекте, помимо того, что студенты будут складывать мусор и отходы раздельно, смогут ли они еще получать какие-то дополнительные знания по раздельному сбору отходов? Может быть, там как можно в дальнейшее производство что-то запустить? Ну, вы, так сказать, предвосхитили мой ответ немножко. Дело в том, что Югра экология объявила грант на разработку проекта в области переработки отходов для студентов. И здесь, на мой взгляд, скорее студенты расскажут, так как они молодые, прогрессивные и всем интересующиеся, какие-то инновации в этой области. Ну, мы рассчитываем получить, по крайней мере. Хорошо. Но что самое сложное в организации раздельного сбора отходов сегодня все-таки? Самое сложное, самое дорогое, наверное, лучше так сказать, это, безусловно, логистика. Так как округ у нас большой, а, собственно, те тонны или те килограммы, которые разбираются отдельно, еще имеют, к сожалению, незначительные объемы. Поэтому самая сложная – это логистика. Очень странно, что вы не сказали, что самое сложное – это организовать людей, в данном случае студентов. То есть все-таки осознание к раздельному сбору отходов уже пришло сегодня к людям, к югорчанам. И не нужно их заново этому всему учить, я так понимаю, раз вы даже об этом не обмолвились. Ну, безусловно, не нужно специальной образовательной программы, чтобы понять, что нужно пластик положить в одну корзинку, стекло в другую, а картон в третью. Мне кажется, что сознание этого многим, ну, большинству подавающих людей уже давно пришло. Соответственно, скорее здесь для самых маленьких должны использоваться образовательные программы, что мы и делаем на базе своих эко-домов. Порядка там четырех тысяч деток обучаются именно раздельно собирать или понимать, для чего это нужно. Какая перспектива и какие планы у нового проекта? Есть ли у вас представление того, что это не все, это только начало и будет продолжение? Условно, это так, это не все и это только начало. Будет в октябре месяце открыто два еще дополнительных эко-дома. Один будет в городе Сургуте, второй в городе Когалыме. Ну и, соответственно, предприятия, которые схожи, наверное, так скажем, по своей структуре или численности с ЮГУ, могут точно так же подавать заявки и присоединяться к нашему проекту. Спасибо большое вам за комментарии. Хороший проект, отличный опыт и результаты уже видны сегодня. Спасибо Юграэкологии. И на этом сегодня у нас все. Если вам понравилось, это было интересно, то ставьте нам лайк в социальных сетях. Обязательно порекомендуйте друзьям. А мы прощаемся до четверга. И мой коллега Михаил Ипихин расскажет, как зеленая нефть Югры становится все популярнее и популярнее на мировом рынке. И на этом пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!